Сочи продлили штормовое предупреждение. В селах сегодня с утра шла расчистка дворов и дорог от последствий залпового ливня. Поправки в бюджет и создание нового управления в мэрии – эти и другие вопросы сегодня рассмотрели депутаты городского собрания. В Сочи построят новые сети канализации, а на лоссы разрешений больше не дадут, по крайней мере, в прибрежной зоне. Сегодня в Сочи вспомнили Высоцкого, к памятнику принесли цветы, а под песни вышли в море. Штормовое предупреждение объявлено на Кубани на ближайшие два дня. Вениамин Кондратьев поручил главам районов оповестить жителей отдыхающих края о надвигающемся на регион циклоне с дождями, грозами и штормовым ветром. В случае нештатных ситуаций руководители муниципалитетов должны моментально реагировать и докладывать об обстановке, отметил губернатор. Оперативные службы региона уже перешли в режим боевой готовности. Мы готовимся к возможным локальным подтоплениям в предгорных районах края. Кроме того, есть вероятность возникновения смерчей на Черноморском и Азовском побережья. Удар непогоды уже принял на себя Краснодар. В Сочи ввели также режим повышенной готовности, а в Азовском море возможны волны высотой до одного метра. В Сочи штормовое предупреждение будет действовать до 29 июля. Залповый ливень прошел на курорте в ночь со среды на четверг. Основной удар стихий пришелся на Лазаревский, частично Центральный и Хостинский районы. В Лазаревском были подтоплены несколько улиц. К утру вода ушла. В Барановском сельском округе по ручью Безымянный сошел сель. Сейчас он расчищен. Ночью был зафиксирован резкий подъем уровня воды в четырех реках. Однако из берегов они не вышли. Грязь и камни нанесло во дворы по улице Речной. Местные жители сначала спасали имущество сами, потом подоспела помощь. Пожарные приехали. Время приехали. Молодцы ребята. Начали качать. Нормально. МЧС тоже приехала. Молодцы. Ущерб сегодня оценила городская комиссия. В Барановке состоялся подворовой обход. На территории где-то пяти домовладений зашла вода. В данный момент практически все последствия ликвидированы. Здесь осталось около 50 метров за или иной территорией вычистить. Работают три погрузчика, четыре самосвала, сотрудники администрации, сотрудники муниципальных предприятий. Информации о пострадавших от непогоды в Сочи нет. Ветер повалил девять деревьев, но все они оперативно ликвидированы. Движение транспорта не останавливалось. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение и режим повышенной готовности. Тем не менее, уже утром город пришел в себя после непогоды. Несмотря на непривычно дождливый и холодный июль, курортный сезон продолжается. Глава региона сегодня проверил, как чиновники на местах выполняют его поручения. Вениамин Кондратьев провел традиционный час контроля. В совещании приняли участие вице-губернаторы, руководители министерств и ведомства по селекторной видеосвязи главы районов. В мае этого года на координационном совещании руководитель края заявил, что пляжи, находящиеся в аренде у санаториев, должны быть открыты для всех, а не только для тех, кто в них отдыхает. Однако от жителей и гостей региона до сих пор поступают жалобы. В некоторых районах проход к морю платный. Такую ситуацию губернатор назвал недопустимой. Пляж, море, оно принадлежит всем, всем жителям края, страны нашей, всем, кто приезжает отдыхать, конечно, местным жителям. А у нас какое-то странное понимание, вызывание плат. Если даже пляж у кого-то в аренде, то, конечно, деньги могут взыматься за лежаки, за зонтики, за все что угодно. За услуги, которые на пляже оказываются, за услуги, но не за проход на пляж. До 1 июня в муниципалитетах должны были ограничить въезд автотранспорта на набережные и пляжи. Однако поручения губернатора выполнили не все. Например, в бухте Инал и на пляже Приморском в Туапсе, а также в селе Огой машины могут свободно проехать к морю. Более того, за проезд на пляжную территорию берется плата. Как в станице Голубицкой или в селе Дивноморском. Внямин Кондратьев отметил, что такие ситуации совсем не красят курорты края и поручил профильному министерству разобраться в каждом конкретном случае. Как улучшить инвестиционный климат в крае, обсуждали в Краснодаре. Глава Кубани провел отдельное совещание, посвященное этой теме. На Кубани реализуется более 660 инвестпроектов. Их успешное завершение зависит от слаженной работы многих структур, отметил Внямин Кондратьев. И речь идет не только о краевых ведомствах, но и о ресурсоснабжающих организациях, налоговых, контролирующих и правоохранительных органах, а также судебных, которые сегодня были приглашены на совещание. Продолжат наши краснодарские коллеги. 140 тысяч тонн стали в месяц и более полутора миллионов тонн в год. Это один из лучших показателей в стране. Абинский электрометаллургический завод сегодня вносит весомый вклад в стабильность и экономическое развитие Кубани. В марте этого года здесь открыли цех по производству метизных изделий, в котором выпускают рифленую оцинкованную сварочную проволоку. Теперь на предприятии построят второй, подобный цех. Ведь в планах потеснить на рынке зарубежные аналоги. Инвестиционное соглашение уже подписано на более чем 3 миллиарда рублей. Что нужно сделать, чтобы такие успешные проекты все чаще реализовывались на территории края, говорили сегодня на заседании комиссии по улучшению инвестиционного климата, которое провел глава Кубани. Ведь это и новые рабочие места и налоги в региональную казну. На встречу были приглашены все те, от кого напрямую зависит, насколько комфортно сегодня бизнесу в регионе. Не только руководители органов власти, но и представители ресурсоснабжающих организаций, налоговых, правоохранительных и судебных ведомств. Мениамин Кондратьев отметил, что каждый из присутствующих должен быть заинтересован в привлечении бизнеса в край. Ведь без инвестиций нет будущего. Коллеги, это все рукотворно. Это все рукотворно. Пусть не нами, но нашими подчиненными. Нашими коллегами. Уровня района, либо уровня поселения. Потому что сегодня все равно мы все задействованы в огромном маховике под названием инвестиционный климат. Чтобы мы его раскачали так, чтобы желающих отбоя не было. Еще раз, чтобы все понимали, что потеря потенциальных инвесторов – это потеря рабочих мест и потеря налогов. Дополнительных налогов, которые нужны сегодня для развития нашего региона. Нужны. Поэтому мы не можем себе позволить терять инвесторов. Потенциальных инвесторов не можем себе это позволить. Потому что для нас очень дорого каждое рабочее место. Сегодня на Кубани реализуются около 660 инвестпроектов на общую сумму более полутора триллионов рублей. Инвесторам оказывается необходимая поддержка, ведь край открыт для новых бизнес-идей. Однако нередко сами предприниматели указывают, где происходит пробуксовка. Вице-губернатор Василий Швец рассказал, что по каждой проблеме занимаются отдельно. Например, удалось сократить среднее время регистрации юридических лиц с 10 до 5 дней. Также уменьшить планируются и сроки регистрации прав собственности. Сократить его мы тоже анализировали. Можем и думаем за счет дополнительного привлечения возможностей мобильных сервисов. СМС-оповещения о готовности документов для того, чтобы люди просто не ждали. Потому что зачастую документы готовы намного раньше, чем стоит срок, который указан в той же самой платежке МФЦ. Однако все чаще договориться между собой не могут бизнес и естественные монополии. Почти 40% предпринимателей жалуются на невозможность подключения к энергоснабжающим сетям. Для предприятий важны сроки, а также лимиты, которые выдают организации. Сегодня на совещании представители бизнес-сообщества на конкретных примерах рассказывали губернатору, почему тот или иной проект не может вовремя запуститься. В настоящий момент моя компания реализует проект институционного парка в Кавказском районе, где будут разрешены три новых высокотехнологичных производства. Подготовка к этому проекту заняла несколько лет. Много времени потребовалось на консенсацию достаточного объема энергоресурсов. Опять та же проблема – энергоресурсы. Такое совещание – это возможность договориться двум сторонам. Ведь за одним столом предприниматели, руководители естественных государственных монополий, разбирают конкретные ситуации жизни. По некоторым из них решение было найдено прямо на заседании. Большая и огромная просьба и ко всем инвесторам. Давайте так, если мы заявились на уровне энергопотребления, то нам нужен отпуск. Нам нужно, чтобы этот график выбирали и потребляли на то, что заявили. Еще один вопрос, из-за которого невозможна реализация крупных инвестпроектов в Геленджике, Славинском, Крымском и Тимрюкском районах – дефицит газа. Там до 2022 года запланирована реализация более 100 проектов. Так уже в Северском районе отложили строительство тепличного комплекса. Так как ресурсоснабжающая организация затягивает с решением проблемы в предоставлении мощностей. Сегодня такие примеры не раз звучали на совещании. Вениамин Кондратьев поручил своим заместителям собрать все планы реализации инвестпроектов в Крае и синхронизировать их с намерениями сетевых компаний. Реально мы теряем тот инвестиционный потенциал, который мы можем реализовать. Теряем. То мы к газу не можем подключиться, то к электричеству не можем подключиться, то еще у нас там какие-то ограничения. Это все, понятно, монополии естественные. Коллеги, но естественные монополии, даже если они федеральные, они должны жить нуждами Края, проблемами Края. Не только своим алгоритмом и регламентом, который у них есть. Знаете, тут Райкина вспоминаешь, когда он был про дефицит. Если есть дефицит, значит есть уважаемые люди. Регион, мощный регион не может остановиться, либо захлебываться, только потому что у нас нет ресурсов. Лимитов нет. Либо газа, либо энерго, либо еще каких-либо. Но не можем мы так. Коллеги, я уже сказал, что монополии, они не могут жить отдельно от Края. Не могут жить вне проблем Края, вне решения задач, которые перед Краем стоят. Не могут. У меня прямая связь развития Края и развития естественных монополий. Развития естественных монополий, развития Края, региона и страны в целом. А по-другому не Ка. Сегодня нужно делать все, чтобы инвесторы хотели открывать свои предприятия на территории Края, а не строить препятствия для бизнеса на каждом шагу, уверен губернатор. Любой проект должен сопровождаться в ручном режиме. Для бизнеса, который работает в регионе, нужно сделать прозрачные правила игры, с которыми инвесторы будут чувствовать себя максимально комфортно. Цель в том, чтобы инвестиционные проекты, которые сегодня в Крае у нас запланированы, были реализованными. А это, конечно, инструментарий, который позволяет прозрачно инвесторам ощущать, в том числе и свое присутствие в нашем Крае, с точки зрения реализации этих инвестпроектов. Прохождение документов любых, любая запятая, которую кто-то ему, неважно, контролирующие, фискальные, муниципальные, краевые органы власти делают, она должна быть тут же на контроле. С точки зрения, объяснение, почему запятая, почему остановка, либо приостановка движения того или иного документа, который позволяет ему как можно быстрее начать или приступить к реализации этого инвестпроекта. Естественно, чем быстрее приступить, тем быстрее он его завершит. Прозрачность. Мне нужна полная прозрачность. В течение недели мне нужен понятный для инвесторов, для нас, для общественников инструмент, который нам позволит максимально сделать еще более привлекательным наш инвестиционный климат. Ежегодно в Крае формируют рейтинг муниципалитетов-лидеров привлечения инвестиций. Это наглядно демонстрирует, насколько качественно власти на местах и бизнес работают над развитием экономики всей Кубани. В этом году почетные грамоты из рук губернатора получили Новокубанские, Тимошевские районы, а также Новороссийск. Яна Бузычкина, Алексей Комаров, Вадим Волков, Кубань-24, Краснодар. Возможности кубанской медицины оценили руководители Российской академии наук Александр Сергеев и Владимир Чихонин. Они посетили Краевую клиническую больницу номер один, Сочинский научно-исследовательский институт приматологии и военный технополис Эра в Анапе. Впечатлениями они поделились на встрече с главой Кубани. Медицину Края академики назвали передовой. Продолжат наши краснодарские коллеги. В сложных ситуациях, когда не помогает даже искусственная вентиляция легких, пациенты Краевой клинической больницы номер один продолжают дышать. Правда, с помощью механических легких, когда кровь насыщается кислородом в специальном приборе. Аппарат ЭКМА занимает свое место в Центре анестезиологии реанимации клиники. Именно отсюда начинают свое знакомство с кубанской медициной высокопоставленные гости. Экскурсии им проводит лично главный врач Владимир Парханов. Пока прибор сохраняет жизнь больному, врачи борются за его выздоровление. Только за прошлый год таким реанимационным методом удалось спасти 27 человек. И 9 из них – дети. Сегодня первая краевая больница единственная на юге России, которая применяет такой инновационный способ. Вообще, мастерство хирургов в этой клинике сочетается с новейшими технологиями. И многие филигранные действия выполняют роботы. Делегация из Москвы оценила и традиционную хирургию. Все, что сверху, это опухоль вместе с лёгочной тканью, все будет эвакуировано, удалено. А опухоль какая? Влокачественная. Руководители РАН также приняли участие в конференции «Достижения медицинской науки в Краснодарском крае». По её итогам отметили, Кубань – не просто передовой регион в области здравоохранения. Вместе с высококачественной медпомощью развивается и научное направление. Здесь имеет место многопрофильная больница, где есть врачи всех специализаций. Но, кроме того, это ещё и НИИ. То есть здесь занимаются и трансляцией современных достижений науки в практику. Вот такая комбинация, по-видимому, уникальна. Ещё один момент связан с тем, что действительно НИИ – это не такого регионального подчинения. И очень важно, что и местные власти идут на то, чтобы здесь поддерживать именно эту организацию как научную организацию. Научные разработки в области медицины сегодня в руках подрастающего поколения. В военном технополисе «Эра» в Анапе для новых открытий есть все условия. Столичные гости, кажется, впечатлены. Здесь что не разработка, то научная фантастика. Например, военнослужащие уже тестируют инновационный материал – аналог человеческой кожи, который в будущем можно будет пересаживать пациентам. Сфера деятельности у молодых исследователей – от робототехники до биоинженерии. Впечатлениями от посещения медицинских центров делились на встрече с главой Кубани. Академики РАН отметили высокий уровень развития медицины в крае. В свою очередь, Вениамин Кондратьев акцентировал, что для региона роль науки всегда была велика. И сегодня, учитывая цели национальных проектов, её значение кратно возрастает. Для нас сегодня принципиально важно, чтобы медицина, которая в крае есть, она была доступна всем социальным слоям населения. Это тоже стратегическая сегодня задача. Но и наука, о которой мы в целом не можем сегодня говорить, конечно, должна быть прикладной. Она должна иметь прикладное значение, потому что здесь не только во главу угла ставится продолжительность жизни, качество жизни, о чём мы говорим. Сегодня в целом нужны результаты научно-технического прогресса. Сегодня нужен прорыв в сфере и экономики, и в других иных сферах жизнедеятельности. У вас уникальная модель. У вас, с одной стороны, широкопрофильная такая клиника, а с другой стороны, наука, которая по ряду направлений действительно является такой выдающейся в стране. И вот я бы хотел попросить, чтобы вы именно этот формат поддерживали, потому что этот формат достаточно уникальный, но не исключено, что именно в таком формате и наиболее такие интересные результаты по трансляции достижения наук в практику будут достигнуты. В Кубанской медицине давно применяются современные технологии. В Краевом центре делают уникальные операции. За качественным лечением в Краснодар приезжают со всей страны. Вениамин Кондратев также отметил, что сегодня упор пытаются сделать и на профилактике болезней. В станицах и поселках строится центр здоровья и офисы врачей общей практики. Вы увидели кубанскую медицину, ту медицину, которая сегодня тоже отчасти, пусть не в полном объеме высокотехнологичная, но явно уже на пути к этому. И мы сегодня максимально прилагаем усилия, чтобы наша медицина стала высокотехнологичной хотя бы для начала в Краевом центре. А там, где у нас сельскохозяйственные районы, там мы должны максимально профилактировать, в том числе и различные заболевания вовремя. Первичное медицинское звено там должно быть очень активно представлено и тоже качественно представлено. Да, но на своем уровне, безусловно. Кубань вошла в число 32 пилотных регионов для внедрения нового проекта в школах. Так, четыре образовательных учреждения Края получат статус базовых школ РАН. Вениамин Кондратьев поблагодарил руководителей федерального ведомства за такую возможность, ведь это позволит выявить талантливых детей со всего Края. И, возможно, именно они совершат большие научные открытия. Яна Возычкина, Вероника Веретенникова, Денис Перец, Олег Черепок, Кубань-24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Компания «Соу» приглашает на ювелирную выставку номер один «Интерювелир». Море золота и драгоценных камней по ценам производителей. Ежедневный розыгрыш ювелирных изделий и билетов на шоу. С 24 по 28 июля. Гранд-отель «Жемчужина». Поправки в бюджет и создание нового управления в мэрии. Эти и другие вопросы сегодня рассмотрели депутаты городского собрания Сочи на очередной сессии. Сегодня депутаты городского собрания рассмотрели почти два десятка вопросов. Народные избранники проголосовали за передачу на пять лет здания бывшего корпуса пансионата «Нептун» в Адлере Сочинскому госуниверситету. Также депутаты согласовали списание ветхих зданий детсада номер 83 в Хосте. А еще были рассмотрены поправки в бюджет Сочи на текущий год и плановый период двух последующих. Доходная часть бюджета города увеличилась на 403 миллиона. Это 331 миллион рублей собственных доходов, которые были распределены в основном на социальные нужды. В первую очередь это образование в пределах 26 миллионов рублей на ремонты наших спортивных площадок при школах. На втором месте это вопросы, которые связаны с культурой. Это и уровень, в первую очередь, чтобы поддержать уровень заработной платы наших учреждений культуры. Кроме того, сегодня депутаты поддержали вопрос создания в мэрии города управления проектной деятельностью. Новое подразделение будет контролировать реализацию национальных проектов. Краснодарский край участвует в 44-х. Добавлю, что сегодня была последняя сессия депутатов городского собрания. Они отправляются на каникулы. В следующий раз народные избранники соберутся в сентябре. В Сочи будут созданы новые централизованные сети водоотведения. Об этом заявил глава курорта Анатолий Пахомов на заседании межведомственной комиссии по мониторингу негативного воздействия на окружающую среду при отведении источных вод. Мэр потребовал, чтобы все дома в прибрежной зоне были подключены к канализационным сетям. В этом доме на Полтавской не было системы водоотведения. Застройщик не подключил объект к централизованной канализации. Руководство города потребовало устранить нарушения до начала курортного сезона. В итоге ошибку застройщика пришлось исправлять самим жильцам. Руку помощи протянули соседи. Были допущены ошибки застройщикам изначально данного дома, Полтавская 21Д. Фекалии были, точнее сливались определенное время, большой период в речку. На данный момент нарушения исправлены. Канализация отведена к тому дому, который присоединен к централизованной канализации. И проблема, так сказать, разрешилась. Сами за свой счет вызвали экскаватор, раскопали, положили трубу, сделали заворот, повернули к ним. Благоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка на курорте – это главная задача, подчеркивает глава Сочи Анатолий Пахомов. Меры, которые были предприняты властями города по борьбе с незаконными сбросами стоков, дали свои результаты. Благодаря активному мониторингу и наказанию тех, кто нарушал закон, море в Сочи чистое. Однако работа продолжается, и в прибрежной части города ни о каких лосах речи быть не может. Мэр потребовал не допускать установку новых локальных очистных сооружений. Исключением может быть только строительство лосов в горах. Не более того. Это первая задача. Ее просто нужно с сегодняшнего дня четко выполнять. Если кто-то будет по-другому себя вести, в том числе водоканал, то будете выдавать, не дай бог, технические условия на лос, и мы будем понимать, что это кому-то надо было. И водоканал должен, соблюдая закон, быть совершенно беспощаден в этих вопросах. То есть вопрос один. Если нарушил человек, все, надо отключать от воды. Лосы для Сочи были временной мерой. Сегодня же городу необходимо совершенствоваться и дальше. Тем более, что есть случаи, когда собственники во время обильных осадков сливают стоки на рельеф. Чтобы улучшить эпид-обстановку в городе, были созданы рабочие группы по выявлению незаконных сбросов. В составе каждой – представители администрации, Роспотребнадзора, водоканала, водостока и полиции. Я думаю, что уже жители города Сочи сформировали в своем сознании, что это делается исключительно для их здоровья. Мы обязаны просто создать условия для людей, чтобы они жили без болезни. А чтобы жить без болезни, конечно, прежде всего нужно соблюдать экологические и санитарно-эпидемиологические требования. Поэтому я требую, чтобы были жесткие меры, и я требую, чтобы водоканал соответственно реагировал. В том числе, повторяю еще раз, задача задач, которую мы ставим перед собой – это строительство новых сетей. Мэр подчеркивает, любое разрешение на строительство в городе должно быть подкреплено тех условиями на прокладку канализационных сетей. Сегодня в Сочи идет работа над национальными проектами. Все они нацелены на улучшение качества жизни. И главный критерий – здоровье людей, отмечает Анатолий Пахомов. К слову, улучшение экологической обстановки в Сочи отметила и главный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам, вода в Черном море безопасна для купания. Такой результат – показатель эффективности борьбы с незаконным сбросом стоков. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. В Сочи разыграют Кубок Высоцкого. В акватории парусного центра «Югспорт» начались соревнования в рамках Всероссийской парусной регаты. Кубок Высоцкого разыгрывают с 2000 года. Ежегодно 25 июля в памяти Высоцкого в море выходят десятки яхт. Я первый раз выхожу в море под песню Высоцкого. Мне кажется, погода будет наилучшая, потому что хороший ветер, небольшая волна. Но и лучше для меня. Я знаю привередливые кони, скалолазка, ну и там такие более горные его песни. Я просто увлекаюсь горными лыжами и просто вот, когда катаюсь, слушаю. Этот спортивно-творческий проект инициировал друг Высоцкого Всеволод Ханчин. Его поддержали такие города, как Самара, Тольятти, Санкт-Петербург, Владивосток и Сочи. Кубок проводится во всех классах крейсерских яхт и швертботов. Так что соревнования организованы как для юных яхтсменов, так и для взрослых. Вот уже второй год подряд в гонке участвует экс-солист группы «Белый орел» Александр Ягьян. Живя в Москве, приехать на море, наше, так скажем, черное, да, сочинское море, которое всегда, наверное, для каждого человека является какой-то отдушиной. Как бы человек, где бы ни жил, он должен приехать, мне кажется, летом в Сочи. Это обязанность каждого человека. Ну а поучаствовать в таком замечательном событии, как яхта, посвященная Владимиру Семеновичу Высоцкому, это всегда приятное событие. Сегодня первый гоночный день, впереди еще два дня борьбы. За переходящий кубок в виде небольшой стелы, украшенной грифом гитары и цитаты из песни Высоцкого. Есть зачет, есть судья, все серьезное, то есть гоночная инструкция, судейство, протесты, все как всегда. А в это время возле концертного зала фестивальной собрались поклонники таланта Высоцкого. Они возложили цветы к памятнику музыканту и поэту и исполнили его самые известные песни. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Высоцкого нет уже почти четыре десятка лет, но слова его песен многие помнят наизусть. Любят и ценят его творчество на все времена. Он хоть и критиковал нашу жизнь, как говорится, но он правильно все говорил. Так это тоже надо уметь сказать и не побояться. Он отвечает на все наши вопросы правильно, нашего времени, наш человек. Поэтому мы его уважаем. Дух народа он понимал и поддерживал. Он им сегодня очень нужен со своими песнями, а еще нужнее был бы живой. Бронзовую фигуру Высоцкого здесь установили семь лет назад. Памятник специально не стали поднимать на постамент, чтобы поклонники Барда могли постоять рядом со своим кумиром, который как будто на минуту остановился в парке. Елена Овсецина, Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билай» на 76-й. Ну и в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин